5 марта 1953 года умер великий Сергей Прокофьев. Самый исполняемый композитор 20 века, наш земляк, родившийся в 55 километрах от Донецка. Он умер в один день со Сталиным, пережив великого вождя только на 40 минут. Москва в те дни людской рекой текла в центр города, колонному залу для того, чтобы проститься с вождем. Текла мимо дома Прокофьева в Камергерском переулке. Милиция и армия стояли в оцеплении. У дорог вместо турникетов были выставлены грузовики. В юности Рожеволосова Прокофьева называли Солнцем. Ученик Глиера, Лядова, Римского, Корсакова он окончил консерваторию дважды по классу фортепиано и композиции. Он всегда был ни на кого не похожим. Ему рекомендовали, молодой человек, упростите вашу гармонию, музыка слишком сложна для понимания, а он парировал. Вы просто еще не доросли до моей музыки. Во время первых его выступлений композитора освистывали, а он кланялся и продолжал играть. Прокофьев был одним из лучших советских композиторов, хотя его волшебный талант сформировался еще в атмосфере жизни дореволюционной России, а его музыкальные вкусы были определены Шопеном и Листом, которых играла на рояле его мать. Вскоре после революции Прокофьев эмигрировал в Германию, затем во Францию и Соединенные Штаты, и более 15 лет жил и творил за рубежом. И все-таки вернулся. Как он сам писал в дневнике в Большевизию в СССР. Вернулся в середине 30-х годов, когда в стране поднималась волна репрессий. Вернулся туда, где молодое государство рабочих и крестьян строило небывалое доселе общество свободных людей, туда, где звучали победные марши, индустриализации и первых пятилеток. Именно на родине Прокофьев написал лучшие свои произведения. Балеты Рома и Джульетта и Золушка, музыку к кинофильмам поручик Киже, Александр Невский, Иван Грозный. Во время войны и после нее он создал ряд патриотических произведений и оперу «Война и мир» по роману Толстого, ряд камерно-инструментальных произведений, многофортепианной музыки. После войны состоялись премьеры его пятой, шестой и седьмой симфоний. Сталин любил и ценил музыку Прокофьева, и композитору, в отличие от других, многое прощалось и разрешалось. Но все же последние годы жизни Прокофьева были омрачены печально известным постановлением 1948 года с обвинением в формализме. Спустя несколько лет запрет на музыку композитора, формалистов снимут, но от этого удара Прокофьев уже не оправится никогда. Запись в дневнике от 1 марта 1953 года начал работать. На этом дневник обрывается. Прокофьеву был всего 61 год, когда он отошел в мир иной, по иронии судьбы, в один день со Сталиным. Из-за этого смерть лауреата шести сталинских премий и впоследствии посмертной ленинской осталась почти незамеченной. Ни торжественных похорон, ни венков, ни речей. Проститься с композитором пришли только самые близкие друзья. Рассказывают, что люди приносили цветы, срезанные с домашних растений, поскольку все цветы в городе уже были скуплены для Сталина. На улице царила давка, образовавшаяся из-за потока людей, идущих к Кремлю. Поздней ночью 6 марта 1953 года к дому Прокофьева с трудом пробился армейский отряд альпинистов. Отряду пришлось на тросах вынимать гроб через окно и нести его несколько кварталов по крышам. Прокофьев буквально парил над Москвой. Путь в два километра занял почти пять часов. Прощание состоялось на следующее утро в Доме Союза композиторов, собрав немногим более 40 человек. Величайшие музыканты, друзья Прокофьева, обязаны были играть на траурных мероприятиях в связи со смертью Сталина, и проститься с Прокофьевым смогли только отыграв свою программу. Мир узнал о смерти великого композитора только в конце марта 1953 года, когда одна из газет наконец опубликовала «Некролог». Однажды Сергей Сергеевич заметил, классический композитор – это безумец, сочиняющий вещи, непонятные для своего поколения. Что ж, прошло 70 лет, сменились поколения, а музыка Прокофьева прочно вошла в золотой фонд мировой классики, напоминающий нам об общей гармонии мироздания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ